Здание бывшей школы в Посиничах сегодня делят между собой клуб и фельдшерско-акушерский пункт. Заведующая ФАПом Наталья Мисник за 30 лет привыкла к стесненным условиям и отсутствию элементарных удобств. Считает, главное не это, а здоровье людей. Не было воды, печное отопление. Зимой не всегда комфортно. А сейчас, ну, сейчас все меняется. Поставили окна, провели воду, разводку воды сделали. Копают будут канализацию, залили дорожку. Да, чтобы удобно было ходить. Местные жители рады, что дождались таких преобразований. Боялись, что ФАП совсем закроют, ведь тогда бы пришлось попрощаться с доктором, ставшим родным. Тут не только ФАП, а наша Наталья Георгиевна. Это не медсестра и никто. Это уже настоящий детский врач. Она уже за нами, за детьми ходит. Без удобств, да, воды не было там. Самое необходимое такое, грубкое отопление такое, что тоже замерзала наша Наташа там. Я думаю, заре улучшится. Уже ж и окна вставили. Это отдуло со всех дырок. Реконструкция, из-за которой отвечает Пинский водоканал, подарит по Синическому ФАПу новую жизнь и новые условия для почти 500 сельчан из двух деревень. В основном пожилое население. Сейчас, кстати, строятся новые дома для многодетных семей. У нас новые улицы. Майская улица, улица Зелёная, где многодетные семьи будут жить. А это ФАП в агрогородке Валищи. Президентский коттедж, построенный 20 лет назад. Пришло время довести его до заданных стандартов. Построен в 2003-м. Жилицы сначала жили, а потом директор колхоза передал здравоохранению. Сделали ремонт. Вот ФАП. Глава хозяйства взялся за благоустройство основательно. С материалами, приобретёнными за бюджетные средства, работают специалисты и стройбригады акционерного общества «Валищи». Заменили пять окон. Ещё надо трое дверей поменять. И дальше всё, как положено, по технологии. Хотим утеплить полностью. Мы, значит, здание полностью вместе с фасадом. Крышу сделать металлическую. Соколь утеплить. И благоустройство здесь тоже изменить. Всего в Пинском районе 39 ФАПов. Большинство нуждались в ремонте. На шести объектов он уже завершён. Остальные приводятся в порядок. Соответствующее поручение президента Беларуси дало толчок на местах. Подключились хозяйства, организации, в первую очередь строительные. Ряд работ медучреждения выполняют хоспособом. В этом году мы не закрывали ФАПы и не планируем их закрывать. Задача привести в соответствие. А уже оптимизация – это такое дело. После поручения главы государства – это изучение вопроса, это изучение мнения населения, это обязательная возможность обеспечить заменяемой медицинской помощью. То есть у нас один передвижной ФАП работает. Планируем где-то к концу года, возможно, получить второй. Одно из решений, принимаемых сегодня на местном уровне – перевод ФАПа в другое здание со свободными метрами – селисполком, клуб или бывший детсад. В тех случаях, когда нерационально делать капитальный ремонт в здании, где находятся ФАПы, мы приняли решение перевести их в здание, освободившееся помещение предприятий наших организаций. И в таком случае будет формироваться так называемый центр, где будут располагаться и учреждения культуры, учреждения здравоохранения, почта, возможно, даже администрация селисполкома. В соответствии с поручением президента, все ФАПы должны быть переведены в порядок до 1 января. В Пинском районе их ремонт планируют завершить до осени.